Я приземлился в лесу Восьмилетний Сережа Казук большой любитель фантастики Несмотря на совсем юный возраст, ему самому впору писать фантастические романы Даже про свое непростое состояние здоровья ребенок придумал яркий и необычный рассказ Диагноз детский церебральный паралич мальчику поставили, когда ему было всего 9 месяцев Малыш родился на 2 месяца раньше срока, весом чуть более полутора килограммов В 7 месяцев уже начинал вставать в кроватки, но все осложнила перенесенная пневмония Может быть, я не знаю, может какая-то еще прививка была или что Но он стал никакой, его вот просто положишь и он лежит, никакой Мы съездили по осени в Владивосток в защиту материнства и детства Потом, значит, он опять у нас заболел и простыл Серьезно Сережиным лечением начали заниматься, когда мальчику исполнилось полтора года И сразу появился заметный прогресс Малыш тут же заговорил Мы зашли в магазин, а он стал кричать «Купи, купи!» И показывает на витрины Показывает «Купи, купи!» Потому что я смотрю «Стоп!» Кто-то из детей разговаривает Я не думала, что это Сережа Поглядела, детей нету Воспитывает Сережу бабушка Родители развелись и сыном интересуются эпизодически Дорогостоящие лекарства, специальная обувь, которую надо постоянно обновлять Массажи, лечебная физкультура Все на плечах бабушки Евгении А также игры и общения, которые так необходимы любому ребенку На помощь в воспитании внука Евгения Мишина не рассчитывает А вот чтобы восстановить Сереже здоровье Необходимо участие неравнодушных людей У меня есть надежда Потому что у Сережки есть улучшения Раньше я очень сильно плакала И ночами молилась, и все Как могла А сейчас я уже так не плачу Сереже очень помогло лечение в Институте медицинских технологий в Москве Мальчик научился хорошо говорить, читать и самостоятельно ходить Однако все шаги по-прежнему даются с трудом И руки Сереже слушаются пока плохо Сереже необходимо продолжить лечение Мы постараемся развить мелкую моторику Координацию движения и чувство равновесия Улучшить качество походки мальчика Помочь его социальной адаптации Лечение необходимо продолжать Но на две пенсии сделать это невозможно Каждый курс стоит почти 200 тысяч рублей Уже неоднократно Сереже удавалось пройти необходимый курс благодаря Росфонду И сегодня мальчику вновь необходима помощь Поддержать Сережу Казука может каждый Для этого необходимо лишь отправить СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542 И тогда маленький мечтатель, наконец, будет чувствовать себя на своей планете, как дома И у меня ноги как не свои ходят Потому что он незнакомая планета У меня, правда, тут экранчик вытащен Анализатор Я не могу тут все проанализировать Анна Бережная, Новости на Восьмом За организацию съемок благодарим Трампунт Медицинского центра САНОС